Всем привет! На связи снова я, Андрей Бойлов, и сегодня мы с вами поговорим про ссылочные биржи. Нужны ли они и надо ли с ними работать? Подписчик канала спрашивает, ссылочные биржи на данный момент вообще имеют смысл или они уже морально устарели? Ну, морально-то они, может, и устарели, но работают. То есть, если биржи арендных ссылок, ну, так немножко отошли на второй план, и ими пользуется довольно небольшая доля SEO-оптимизаторов для, ну, такого узкого круга специфических задач. То есть, биржи арендных ссылок хороши, когда нужно быстро залететь в топы и, ну, долго там сидеть, в общем, не обязательно. Либо они хороши, когда эти ссылки были куплены давно, и не раз уже наблюдало такой эффект, когда арендные ссылки снимаются, явно плохие арендные ссылки, и позиции обваливаются, особенно в гугле. Поэтому вот для этих целей они как бы все равно нужны. В остальном биржи арендных ссылок я бы особо не рассматривал для простановки новых ссылок в большинстве случаев, а вот биржи вечных ссылок вполне в Рунете работают. На Западе их очень мало, ну, и есть такой слух, что они под капаком у гугла, и все ссылки оттуда, они как бы палятся, но по факту ссылки оттуда работают, но их немного. Вот, и, а если про Рунет говорить, то у нас есть Миролинкс, есть коллаборатор, есть пиар-постинг и так далее. И там попадаются довольно хорошие площадки, не очень загаженные, но обычно незагаженные площадки, они дороже стоят, но это того стоит, то есть они дают эффект, они довольно качественные, на них есть трафик, и если вы умеете подбирать нормально доноров и не ленитесь это делать, и, ну, тогда как бы есть смысл со всем этим работать. И мои ребята, продвигая клиентские сайты, используют биржи, то есть с этого обычно начинаются, они идут в биржи и смотрят, какие достойные площадки в нужной тематике там есть. И покупают сначала их, а потом уже используют другие механики наращивания ссылочной массы. Это если мы говорим про анкорные ссылки, то есть я уже рассказывал про крауд, рассказывал про сабмиты, что вот эти ссылки, которые вы покупаете через биржи, но так как они стоят денег и часто немаленьких денег, то это почти всегда анкорные ссылки. А чтобы анкорные ссылки отрабатывали нормально и не привлекали ненужного внимания на себя, мы их обычно прячем под плотным слоем безанкорных, бесплатных ссылок, на то, что называется краудсабмиты и так далее. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях и смотрите выпуски в Telegram-канале. И видео, и тексты выкладываем туда почти каждый будний день. На этом все. Пока-пока.